18 февраля в Ульяновском районном суде состоялось первое слушание по иску территориальной избирательной комиссии к кандидату в депутаты Юрию Фадееву о взыскании денежных средств, затраченных избиркомом на проведение повторных выборов. Дело в том, что в 2018 году ответчик выдвигался кандидатам в местные советы депутатов, именно в советы от разных муниципальных образований, и после победы в одном из них от получения депутатского мандата по другому округу победившему кандидату пришлось отказаться, в связи с чем и были назначены повторные выборы. В соответствии с нормой законодательства мы обязаны взыскать с него все расходы, которые были потрачены на проведение этих выборов. И надо сказать, таких расходов набежало немало. А именно, как считают представители избиркома, 188 тысяч рублей. Это и заработная плата членам избирательных комиссий, включая налоги, и расходные материалы, и другие статьи расходов на обеспечение волеизъявления граждан. Это общепринятая практика на выборах выставляться некоторым кандидатам по нескольким округам, или это действительно уникальный случай для нашей области? С одной стороны, и общепринятая практика, с другой стороны, и уникальный случай. Потому что, да, ранее у нас некоторые товарищи выдвигались кандидатами в депутаты нескольких муниципальных образований, но первый раз на территории области произошел случай, когда они были избраны по нескольким избирательным округам. Такого у нас еще не случилось. В свое время ответчика предупреждали, что дело может закончиться в суде? Да, в ходе выборов при его выдвижении представитель территориальной избирательной комиссии его предупреждал, но, как видим, его предупреждения не были приняты во внимание. Заслушав свидетелей сторон и рассмотрев предоставленные финансовые документы, суд принял решение о перерыве в судебном заседании. Услышать комментарий ответчика нашей съемочной группе не удалось. Сославшись на то, что решения по делу пока нет, Юрий Анатольевич покинул зал суда. Следующее заседание в Большом Нагадкино назначено на 3 марта. Продолжение следует...